Гости, как и ангарчане, увы, не избежали атаки коронавируса. И нынешнее противостояние могло показать, кто с наименьшими потерями перенес этот разрыв подготовки. Практически сразу Рубин пошел в нападение. У хоккеистов получилось давить, они чаще бросали по воротам. Но, как часто это бывает, с Ермаком пропустили первыми. На пятой минуте шайбу за оранжевых забросил недавний новичок, старичок ангарчан, обладатель Кубка Гагарина Владислав Калетник. Евгений Соловьев выдал ему пас. Форвард выскочил к воротам и переиграл Назарова, протолкнув шайбу в домик. Потом гости имели четыре минуты большинства, но оранжевые не дали результативно их завершить. Во второй-третий тюменцы все же показали, на что способны, и закрутили кадриль в зоне хозяев. В одной из атак Егор Попов сумел обыграть Илья Сагафиулина. А спустя три минуты в формате 4 на 4 он же смачно выстрелил с дальней дистанции в домик ангарского кипера. Весь третий период Ермак оберегал свои ворота и практически под занавес противостояние организовал атаку. Матвей Заседа продрался к воротам рубина и таки занес шайбу за ленточку. Игра перетекла в овертайм, правда победы хозяевам добиться не удалось. На второй минуте дополнительного игрового отрезка Денис Давыдов принес гостям долгожданный гол. А уже в этот вторник Ермак сразится с питерским Динамо. В поездку тренерский штаб взял 23 хоккеиста. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.